Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видеоролике пойдет речь о поглотителе влаги Волошка, который находится в данной коробочке. Эту посылку мне выслал непосредственно производитель. И мы сейчас с вами распакуем ее, посмотрим, что там внутри, прочитаем характеристики, и я поделюсь также своими впечатлениями по поводу эффективности данного помощника-хозяина. А вызвано все это тем, что у нас на юге Украины, как в туманном Альбионе, зачастили дожди, хотя должна уже стоять жара, учитывая какой период года сейчас. Поэтому, естественно, холод и влагу потянуло и в дом, а с ней приходится бороться. Итак, ближе к делу, распаковываем. Хорошо. Я заказал два изделия. Видим, здесь есть инструкция указана. В этой коробочке находятся три сменных картриджа. Здесь говорится, что они активно поглощают излишки влаги в воздухе, не испаряются, то есть поглотил и жидкость эта остается, не имеют запаха и улучшают микроклимат в помещении. Ну и, как видим, сайт указан. 3W, Воложка, Юэй. Посмотрим, что пишется на инструкции. Раскрыть и установить картридж под крышкой. Ну, здесь имеется в виду устанавливать его. У них есть такой специальный контейнер. Но я буду делать по-другому. Ёшево и сердито. Картридж нужно держать, чтобы не было раздражения кожи. В результате получается жидкость и остатки, которые надо слить в унитаз. Ну, сейчас попробуем распаковать. Достали мы один бубличек такой. Замерим его сейчас. Диаметр. 9 сантиметров. Замерим диаметр самого отверстия. Где-то 2,5. Ну и давайте измерим вес. 284 грамма весит это изделие. А вот хотел показать, что уже случилось с одним бубликом. Видите, там уже он практически растворился. Осталось небольшое колечко, которое мы видим, которое упало уже с палочки. За 5 суток бублик полностью растворился. Он стоял у меня в ванной. Давайте мы сейчас измерим вес раствора. 553 грамма. А по объему получается, ну, где-то 400 миллилитров. Эта жидкость испаряется при температуре где-то плюс 200. Если я не ошибаюсь, как говорил у вас на сайте производителя, поэтому при комнатной температуре она не испаряется. Ее просто можно вылить в унитаз. Или же использовать данную жидкость как средство против гололеда. Кто-то отметит, что на сайте производителя, кроме данных поглощающих колец волошки, еще есть силикагель, который можно уложить в мебель в закрытые пространства. Например, это может быть шкафы, шифонеры. Также есть для автомобильных салонов. Ну и есть также силикагель, который поглощает неприятный запах холодильника. Ссылка будет в описании к этому ролику. Смотрите также другие ролики на моем канале. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. До новых встреч на YouTube.